Здравствуйте! Сегодня я хочу вас познакомить с замечательной, тонкой, жизненной книгой Юлии Кузнецовой «Выдуманный жучок». Эта книга вряд ли кого-нибудь оставит равнодушным, потому что она о тех, кто преодолел тяжкий недуг, либо научился жить с неизлечимой болезнью. Она о жизни детей и их родителей, для которых больничная жизнь стала привычной. Юлия Кузнецова написала эту книгу, опираясь на личный опыт. Она провела несколько месяцев в больнице, и, как сама она сказала в предисловии книги, вокруг нее происходили истории. Они были разными, и будничными, и невероятными, почти волшебными. Сейчас, когда больница вышла из меня, и я могу посмотреть на эти истории со стороны, я понимаю, рассказать об их героях необходимо. Юлия Кузнецова создает своеобразную художественную модель больничной жизни. Эта жизнь дана восприятию тринадцатилетней девочки, пациентки нейрохирургического отделения одной из больниц Москвы. Таша с рождения обречена на жизнь с шумтом в голове, но обреченности в ее жизни нет. Это обычная девочка, веселая, открытая, вдумчивая и очень живо реагирующая на все, что происходит вокруг нее. Она находит силы, чтобы поддерживать маму, подбадривать и веселить больную раком подругу и даже хулиганить. Но когда девочке бывает очень трудно, ей на помощь приходит жучок, которого она выдумала сама для себя. Он умеет разговаривать, всегда приходит на помощь в трудных ситуациях. Именно с помощью жучка Таша, а потом ее подруга Аня, придумывают добрые сказки, которые заслоняют тяжелобольным детям больничную действительность, помогают воспитать в себе жучка надежды и жучка веры и прогнать мерзкого жучка отчаяния. Действие происходит по большей части в больнице, но получилось у автора совсем не о больничной жизни. Это рассказы о взрослении, о преодолении себя и рассказы о настоящей дружбе. В том же предисловии Юлия Кузнецова говорит, что эти дети живут, борются, выживают, зарослеют. Больничная жизнь делает их сильнее. Кажется, они слабы, поскольку целыми днями лежат под капельницами без свежего воздуха и витаминов и смотрят на светло-зеленые стены. Но больничная жизнь закалила их. И я верю, что когда они выйдут, все жизненные трудности покажутся им пустяками. Тема тяжелая. Здесь есть отчаяние, здесь есть смерть. Но, несмотря на все тяготы жизни, на болезни, книга получилась очень настоящей, очень трогательной, светлой и жизнеутверждающей. Совпадает ли моя точка зрения с точкой зрения юных читателей, расскажут наши эксперты. Это книжка для серьезного и вдумчивого чтения. В ней рассказывается про детей, болеющих раком и шунтированных детей. В ней очень много негатива и людских страданий. Мне не очень понравилась эта книжка, потому что я сама лежала в больнице, и мне неприятно вспоминать об этом. Книга в основном предназначена для подростков, которые задумываются уже о более сложных вещах, как жизнь, смерть и страдания. И эта книга, она учит подростков, как вести себя в таких сложных ситуациях. В конце книги тот сам мужичок, героиня его отпускает. И этим она отпускает больничную жизнь.